Дорогие ученики, продолжаем курс обучения правил дорожного движения. Значит, наша тема начала движения и маневрирования, 55 пункт. Значит, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортного средства, движущейся попутно, под соседней полосой, не меняя направление движения. При одновременном перестроении транспортного средства, движущейся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортного средства, находящегося справа. Это как? Значит, водитель, когда перестраивается направо, налево, без разницы он должен пропустить кого? Значит, первое двигается это транспортное средство, второе двигается это транспортное средство. Если он перестраивается на правую полосу, значит, Значит, первое двигается это транспортное средство, второе это. Тот, кто меняет свои траектории, значит, он должен что делать? Пропустить попутных транспортных средств. Если в взаимном перестроении, это как? Значит, этот перестраивается по этой полосу, а этот перестраивается по этой полосу. Как бы они едут одновременно. Тогда действует правило правил панель. Этот первый, этот второй. Действует правило правой помехи. Значит, с правой стороны транспортное средство двигается на первую очередь на движение, а с левой стороны, значит, второе. Так, дальше. 56 пункт. Перед поворотом направо, налево или разворотом водителя обязан заблаговременно занять соответствующие крайние положения на проезжей части, предназначен для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при выезде на перекресток с круговым движением. При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенного на одном уровне, с проезжей части, поворот налево и разворот могут выполнять с них, если дорожные знаки 5.8.1 или 5.8.2, либо дорожная разметка 1.18 не предписана иной порядок движения. При этом не должно создаваться помехи в движении трамвая. Это как? Это просто. Перед перекрестком водитель должен занять такую наеудобную полосу для него. Когда вы едете за рулем, приближаясь к перекрестку, значит, получается, перед перекрестком вы должны занять соответствующую полосу. Если вы находите здесь, вам надо направо крайнюю правую полосу, возьмем дополненный перекресток. Если вам налево, вы должны занять крайнюю левую полосу и поворачивать налево. Если прямо, занять нам удобную вам полосу вы должны занять. Это на перекрестках. А с круговым движением тогда как? Когда вы приближаетесь на круговое движение, это уже без разницы. Сейчас я вам нарисую круговое движение. Разница. Разница. Вот три машина. без разницы в какое направление они едут никакой они собираются тут можно заезжать из любой полосы это не нарушение а когда не выезжает они должны занять крайне правые полосы в этих полосах выезжать запрещается так теперь еще одно продолжение этой пункты когда есть трамвайные пути на перекрестках значит можно ли выезжать на трамвайную линию это тоже есть такой вопрос это средняя перекрестка трамвайные пути так можно если нету никаких знаков никакой дорожной разметки если есть дорожная разметка 1.18 на асфальт который рисуется или дорожный знак 5.8.1 направление движения по полосам то тогда запрещается а когда нету знаков значит получается можно двигаться если есть знака строго по знакам вы должны поворачивать понятно ребята так можете это все нарисовать на сегодня все до свидания до следующих занятий на сегодняшний день на сегодняшний день Продолжение следует...